47 тысяч квадратных метров производственных площадей. По масштабам это примерно 6 футбольных полей. По сути, в Краснодаре расположился мини-город по выпуску сельскохозяйственной техники. Даже сотрудники по заводу Клаас передвигаются на велосипедах. За 15 лет работы предприятия выпущено 11 тысяч комбайнов, тракторов и жаток. Сегодня кубанское производство сельхозтехники показали Дмитрию Медведеву. Сопровождал премьер-министра губернатор края Вениамин Кондратьев. Во время экскурсии показали сразу три цеха – окраски, металлообработки и сборки. То, как развился ваше производство, конечно, впечатляет. Потому что когда я был здесь, в 2006-м это было, да? В 2007-м, да. В 2007-м году. Все еще такое было маленькое, такое компактное. Отверточная сборка. Да-да-да, естественно, была отверточная сборка. Но все равно это было для нас очень важным тогда решением. С этого начинается. Мы очень рады, что это тогда состоялось. Но самое главное, что это превратилось. Мы сами не ожидали, что в такой короткий срок мы вырастим до таких размеров. Объективности ради надо признать, что все равно рост рынка все-таки связан с увеличением сельхозпроизводства. А сельхозпроизводство увеличилось именно потому, что мы перестали покупать продукцию. Чем современнее техника, тем выше урожай. К примеру, если несколько лет назад нормальными буреуборки зерна были потери в полтора процента, то на новых комбайнах этот показатель составляет около 0,3 процента. В переоснащении парка сельхозтехники кубанским аграриям помогает и государственная программа по субсидированию производителей этих самых машин. Как это работает? Из бюджета заводам компенсируют часть затрат на выпуск техники, что в свою очередь снижает ее ценник уже для фермеров и агрохолдингов. Вениамин Кондратьев попросил председателя правительства увеличить объемы финансирования этой программы. В 2013 году у нас приблизительно 30 процентов сельхозтехники, которая ходила по полям Российской Федерации, техника была отечественная. Ну, соответственно, 70 процентов техники было собрано за пределами Российской Федерации. Сейчас у нас техника российского производства более 60 процентов составляет. Это хороший результат, тем более, что он был достигнут за короткое время. Чем современнее техника, тем выше урожай. К примеру, если несколько лет назад нормальными буреуборки зерна были потери в полтора процента, то на новых комбайнах этот показатель составляет около 0,3 процента. В переоснащении парка сельхозтехники кубанским аграриям помогает и государственная программа по субсидированию производителей этих самых машин. Как это работает? Из бюджета заводам компенсируют часть затрат на выпуск техники, что в свою очередь снижает ее ценник уже для фермеров и агрохолдингов. Вениамин Кондратьев попросил председателя правительства увеличить объемы финансирования этой программы. Важно здесь отметить о востребованности в регионе программы субсидирования 1432, по которым в прошлом году производителям техники компенсировали до 25 процентов стоимости затрат. Программа субсидирования выгодна не только производителям сельхозтехники, но и, конечно, в целом агропромышленному комплексу. Поэтому, конечно, мы заинтересованы в том, чтобы эта программа и дальше работала. Помимо прочего, если это возможно, то есть увеличить ее с 8 миллиардов до 15. Потому что, если ее сегодня, не дай бог, сократить или, допустим, в тех же масштабах по финансированию сохранять, то мы рискуем тем, что модернизация сегодня сельхозтехники парка, которая сегодня очень активно, по крайней мере, на Кубани двигается, она, конечно, приостановится. Мы понимаем, что мы можем выйти за рамки 8 миллиардов, о которых было сказано. И я могу вам прямо сказать, что правительство готово будет рассмотреть вопрос увеличения финансирования по таким программам субсидирования. Мы готовы будем это сделать. Просто, чтобы все от меня это услышали, представители именно производящих компаний, в каком объеме, давайте мы в рабочем порядке с вами это обсудим и определимся, как и в каких цифрах это необходимо будет осуществить. Сегодня в регионе работает около 30 предприятий, выпускающих сельхозмашины. За прошлый год на них произвели больше 3000 единиц техники. При этом развивается и экспортное направление. В прошлом году выручка края от продаж за рубеж составила более 1 миллиарда рублей. Для нас это первые шаги, но уже достаточно ощутимые. Благодаря федеральным программам крупные, средние и малые хозяйства могут иметь возможность постоянно обновлять свой парк сельхозтехники. И я здесь могу сказать, что в прошлом году на обновление сельхозтехники нашими агропромышленными компаниями была выделена сумма около 5,5 миллиардов рублей. Это принципиально нас радует, потому что, в первую очередь, это урожайность, это сохранение урожайности, это высокая культура сельского хозяйства. Конечно, что само по себе говорит о том, что мы сможем и в дальнейшем собирать рекордный урожай. В ближайшие 5 лет на поддержку экспорта в стране из федерального бюджета направят 340 миллиардов рублей. Конечно, нельзя забывать и о том, кто непосредственно будет делать сельскохозяйственные машины. Современные технологии требуют современных знаний. Дмитрий Медведев и Вениамин Кондратьев встретились с молодыми специалистами и поговорили с ними о перспективах отрасли. Учащиеся Тихорецкого машиностроительного колледжа рассказали о необходимости дуального обучения, когда практические навыки студенты получают непосредственно на заводе. Глава Кабмина согласился, что за такой системой будущее и пожелал молодым людям успехов. Тем более, что рынок открыт для их навыков. У нас сейчас сельское хозяйство, и здесь присутствующий губернатор, который этим занимается, не даст мне что-то сказать не то, развивается ударными темпами. Вы знаете, какие урожаи, например, собирают на Кубани. Понятно, Кубани – это наша житница, это крупнейший аграрный регион, но очень хорошие урожаи собираются по всей стране. Это что значит? Это означает, что рынок для вашей техники, он растет, он не уменьшается. Современные машины не только позволяют собирать больше урожая, но и снижают издержки на ремонт техники, что, соответственно, снижает себестоимость конечного продукта. А это уже новый этап в аграрной политике Кубани, когда собрать надо не только много, но и выгодно. Александр Иванченко, Виктор Чаусов, Алексей Комаров, Кубань-24, Краснодар.